Камышин представлял из себя уникальный город Где-то в комментариях я прочитал, что Саратов Это Саратов только маленький, в миниатюре И действительно город не только был похож по своим архитектурным стилям Духу, уютам, маленьких улочек Но и действительно входил в Саратовскую губернию Как равноправный уездный город Н Со своим местным колоритом Ну как и в Саратове, в Царицыне, ну и в Камышине Все было практично и понятно Взять, например, название улиц Саратовская в Камышине или Камышинская в Саратове И та, и та называли по направлению этих городов Царицынская, например, тянулась по направлению на Царицын Астраханская на Астрахань Улица Астраханская это уникальная улица Это одна из центральных улиц города Старого Камышина Здесь располагались, например, дом купца Ковалева Которым хотели сделать земскую больницу Но потом ее передали реальному училищу Которым, как и в Камышинской в Камышинской в Камышинской в Камышинской в Камыши Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот дальше видно дом купсата Ткаченко Это вот сейчас в нем располагается туб диспансер Вот он, такое синенькое здание Вот, но его вот с этой улицы было не видно Потому что здесь был, сначала был видно собор Троицкий А потом уже там за ним находился дом Ткаченко Сейчас собора нет, естественно, дом этот видно во всей красе Вот она, улица Астраханская Она еще шла, шла, шла И вот она пришла на остров Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 почти в 43 тысячи рублей. Главный дом училища одноэтажный, длиной 50 метров. Располагался вдоль улицы, на его подворье стоял двухэтажный флигель с квартирой директора, комнатами канцелярии и училищного архива. Имелись ледники и погреба, кухня, каретник с конюшней, сарай для дроб и прочее. Всего в училище было 18 комнат. Шесть комнат для трех низших сословий, для трех низших основных классов и предполагаемых к ним параллельных 4, 5, 6 и 7 классов. Актовый зал, физический кабинет, библиотека, комната для рисования и черчения, комната естественной истории, химическая лаборатория, совещательная для учителей и швейцарская, где хранилась верхнее платье учащихся, учителей и посетителей. При училище была устроена также галерея для выращивания растений. Начало приемных экзаменов было объявлено с 31 августа 1877 года. К их проведению в город приехали преподаватели по русскому языку Тихановский, по немецкому Герк, по французскому Фильке и преподаватели чистописания и рисования Николая. Чуть раньше были определены законы учителя Протеерей Камышина Павел Чудновский и преподаватель истории и географии Якубовский. Всего о приеме было подано 78 прошений. После экзаменов 67 человек стали первыми реалистами. Земская управа к первому учебному году даже специально подготовила деревенских мальчишек в земские стипендиаты. Она пригласила особых учителей для репетиторства детей, которые заранее были вызваны в Камышин, а некоторым даже было позволено бесплатно воспользоваться земскими подводами. Детей разместили на квартирах и занимались с ними пять недель. В итоге 20 подготовленных мальчиков, 15 прошли приемные испытания и стали учениками. Всего в училище было 38 мест для земских стипендиатов, которые освобождались от платы за обучение. К 1902 году стипендиатов было уже 51 человек, а в 1913 году 53. При училище было открыто общество нуждающимся ученикам Камышинского реального училища, целью которого была помощь бедным ученикам, например, путем внесения платы за обучение, оплаты частных уроков и выдачи ученикам пособия вещами и деньгами. В процентном соотношении социального статуса в реальном училище учились примерно 3% дворян, 7% купцов, 17% мещан и 60% крестьян. 14 сентября 1877 года состоялось торжественное открытие Камышинского реального училища. Праздник начался утром в Вознесенском соборе, куда прибыли саратовский губернатор Галкин в Роски, попечитель Казанского учебного округа Шестаков, почетные лица города и ученики. После праздничной литургии протоиерея Павла Чудновского, во время которой он произнес проповедь, все присутствующие отправились в здание училища, где был отслужен молебен с освящением. Попечитель Казанского учебного округа объявил училище открытым. После был исполнен гимн Божий Царь Охрани и закончила все торжество обедом, устроенным городским обществом и земством в зале училища, на который были приглашены ученики.